Новая Одесса Новая Одесса Новая Одесса Внук пострадавшей женщины, 16-летний Евгений Кочеловский, в момент обрушения находился на веранде дома. Мальчика госпитализировали. На данный момент врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Жильцы соседнего дома говорят, что обрушение весьма предсказуемо. Давно было видно, что дом старый, и там реально кирпичи аж сыпались. То есть, когда делался ремонт, там даже кирпич тронешь, и он рассыпался внутри. Поэтому это ожидалось. В это же время спасатели заявили, что дом официально не считался аварийным, а обрушение мог вызвать дождь. Причина является очевидная. Старое строение ветхое и намокание конструкций, стеновых конструкций, которые упали под собственным весом. На данный момент находиться в полуразрушенном доме небезопасно. В райадминистрации обещают помочь пострадавшим. Любой вид помощи, в которой будет нуждаться семья пострадавших, будет предоставлена Малиновской администрации. В этом я заверил и бабушку мальчика, который находится в больнице, заверил маму. В настоящее время на месте обрушения ведется расчистка завалов. Пострадала одна квартира, и еще четыре находятся под угрозой обвала. Жильцов в ближайшее время необходимо отселить. Вот только куда, пока неизвестно. Важно, чтобы наш дом стоял, либо дали людям жилье хорошее, не общежитие, не гостиницы, с которых потом люди не выйдут, а дали нормальное жилье. После заключения экспертов городской власти необходимо будет решить судьбу пострадавших. Прокуратура Малиновского района уже занялась расследованием по факту обрушения жилого дома. Напомним, это не первое обрушение. 23 мая рухнул дом по улице Куйбышева. Тогда под завалами оказалось два человека, и еще пять семей до сих пор ждут обещанную жилплощадь. Дмитрий Долматов, Олег Шпак, Новая Одесса. Потоп в Одесской области. В ночь с 12 на 13 сентября в Арцисском и Тарутинском районах продолжительные ливни затопили две сотни домов. В пересыкающих реках, Анчорах и Кагильник сильно поднялся уровень воды. 114 жильцов временно разместили в сельсовете и в Доме культуры. Также стало известно о прекращении водоснабжения и электроэнергии. Всю ночь продолжалась откачка воды. Состоялась пресс-конференция с освобожденными членами экипажа судна «Этель». Моряки рассказали об истинных причинах захвата и последствиях освобождения. Более полутора месяцев 19 моряков судна «Этель» пребывали в заложниках в Ливии. Началось с того, что приехали местные телевидения. Начало снимать непонятный репортаж. Среди ночи пробежался один из наших коллег в ГОСМУ, сообщивший капитан всех собирает в столовый весь экипаж. И вот туда уже все узнали о таком заданном захвате судна. Захватчики заявляли, что представляют интересы обманутых ливийских бизнесменов, которые так и не получили свой груз. Автомобили, перевозимые еще одним кораблем компании «Альмар» «Фаина», вместо Ливии судна разгрузилась в Ильичевском порту. Физически не пострадал никто, пострадали в основном все морально. Однако на этом злоключения моряков не закончились. Компания вынудила их возвращаться домой за свой счет, при этом не выплатив всей зарплаты. С предыдущим экипажем дела обстоят еще печальнее. Ну вот задолженность у нас составляет с октября месяца прошлого года. Это больше 11 тысяч долларов. В связи с тем, что у нас как таковые контракты, ну это по большому счету фильки на грамот, а не даже без печатей. Юристы говорят, ребята, да забудьте, с такими бумажками ни один суд вас вообще не примет к рассмотрению. По подсчетам моряков общая сумма задолженности «Альмар» составляет более 180 тысяч долларов. Ольга Дунская, Николай Головко, Новая Одесса. Верховная Рада приняла Евроинтеграционный правительственный закон о внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины относительно порядка и условий отбывания наказания. Какие грядут изменения, знает Дарья Сидоровская. Парламент принял закон о смягчении условий для осужденных. Правила, по которым заключенные, по сути, уже жили, выведены в качестве нормативно-правового акта. Благодаря этим изменениям законодательство приводится постепенно к единому какому-то контексту и уничтожаются некоторые так называемые коллизии в законодательстве. Не было уточнено в законе, но на самом деле оно действовало. Пока человек находится в карантине диагностики и распределения, никаких встреч с родственниками не предусмотрено. Законодательство четко определило, что этих встреч не будет, ни краткосрочных, ни длительных, за исключением адвокатов. В соответствии с предложенными изменениями, осужденные к ограничению свободы имеют право проводить длительные свидания. Причем для этого не обязательно состоять в зарегистрированном браке. Если раньше была такая формулировка, что только близкие родственники и семья это жена, может быть не имеющие общего брака, но имеют общего ребенка, то на сегодняшний день это не указывается. То есть достаточно в принципе того, что люди проживают совместно и есть соответствующие документы, которые это подтверждают. После принятия закона количество запретов для заключенных изменится с 11 до 20. В том числе запрещено нанесение татуировок и причинение умышленного вреда собственному здоровью. Дарья Сидоровская, Олег Шпак, Новая Одесса. Они возвращаются. После двухнедельного перерыва сегодня будут сыграны матчи очередного тура футбольной премьер-лиги Украины. В Запорожье Черноморец померяется силами с местным металлургом. Фаворитами в этом матче являются именно одесситы. Они на четвертом месте в турнирной таблице и составляют компанию признанным грандом. Запорожцы в кардинально противоположной ситуации. На четвертой позиции с конца они в кругу аутсайдеров. В пользу моряков свидетельствует и статистика встреч. 18 побед Черноморца при шести удачных исходах для металлурга. Вы смотрели новости на Новой Одессе. Если у вас есть проблема в решении, которая может помочь внимание общественности, звоните нам в телефон горячей линии 709-1010. Наш выпуск завершат проект международных новостей 100 секунд и прогноз погоды. Увидимся с вами в 9 вечера. В студии был Антон Равицкий. Хороших вам новостей и приятного вечера. В Женевской гостинице «Интерконтиненталь» прошла рабочая работа. В следующей встрече главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри. Министры обменялись принципиальными оценками сложившейся ситуации в Сирии и продолжили обсуждение за рабочим ужином, а эксперты приступили к проработке конкретных вопросов. Стороны договорились не комментировать публичный ход переговоров и сосредоточиться на конкретной работе. Тем временем в Сирии продолжается боестолкновение правительственных войск с силами оппозиции. В одном из боев под перекрестный огонь попала съемочная группа телеканала «Раша Тудэй», когда пыталась выехать из сирийской деревни Маалюля. В результате рикошетом в лоб был ранен ассистент оператора Кирилл Вагин. В Новгородской области России в результате пожара в психоневрологическом интернате погибло 37 человек. Тела 10 из них извлечены из-под обломков. Спасатели эвакуировали 23 человека. Всего в здании находилось около 60 пациентов учреждения. Как одну из приоритетных версий трагедии рассматривают поджог. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту халатности и причинению смерти по неосторожности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Боевики движения «Талибан» напали на консульство США в афганском городе Герат. В результате теракта погибло по меньшей мере 3 человека, 17 получили ранения. Сотрудники дипмиссии не пострадали. Боевики подъехали к воротам консульства на грузовике и открыли огонь по охранникам. Затем грузовик был взорван, а террористы пытались ворваться в здание и захватить его. Однако попытка захвата сорвалась. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городе Сесайт-парк, штат Нью-Джельси, в результате пожара уничтожено около 50 хозяйственных построек. Сильный огонь охватил 6 кварталов. Как заявил губернатор штата Крис Кристи, в тушении задействованы 50 автомобилей пожарной службы и 400 спасателей. Некоторые из них получили ожоги и отравились угарным газом. В результате пожара, которому была присвоена наивысшая 6-я категория сложности, почти полностью выгорела набережная. Причины возгорания пока не установлены. На Филиппинах уже пятый день продолжаются бои правительственных войск с исламистскими боевиками из группировки «Исламский освободительный фронт Моро», захватившими около 100 заложников в городе Замбаанга на острове Минданао. Группировка борется за то, чтобы этому автономному региону предоставили больше прав, а ее руководители заявляют, что будут сражаться до тех пор, пока не добьются полной независимости для своей земли. Временное правительство Египта продлило чрезвычайное положение в стране еще на два месяца. Его вели после того, как в июле от власти был отстранен президент Мухаммед Мурси. Это привело к многочисленным масштабным акциям протеста между противниками и сторонниками Мурси. По данным Американского аэрокосмического агентства, межпланетный зонд «Вояджер-1» через 36 лет после старта с Земли достиг границы гелиосферы и вышел за пределы Солнечной системы в межзвездное пространство, став первым галактическим искусственным объектом. Специалисты НАСА уверены, что выход человечества на просторы галактики состоялся. И теперь мы можем ответить на вопрос «Мы уже там? Да, там!» заявил научный руководитель миссии «Вояджер-1» Эд Стоун. Самое большое в мире судно, работающее от солнечной энергии, Туранор Планет Солар, завершило путешествие. 31-метровый катамаран прошел вдоль всего восточного побережья США, пересек Атлантический океан и прибыл в Париж. Судно накапливает энергию Солнца, поэтому может работать четверо суток в отсутствие его света. Катамаран является крупнейшим в мире судном на солнечных батарейках. Его построили на верфи в Германии. Строительство катамарана обошлось в 15 миллионов евро. В Гарвардском университете Бостона, штат Массачусетс, состоялось награждение лауреатов антинобелевской премии, которую у нас называют Шнобелевской. Награды вручают за открытия, которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься. В этом году среди номинантов оказался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Премия присуждена ему за запрет аплодировать в публичных местах, введенные в 2011 году. Как уточнил на церемонии вручения учредитель премии математик Марк Абрахамс, наградой лауреатом стали денежные призы в размере 10 триллионов симбабвийских долларов, что является эквивалентом 4 долларов США. В Берлине представили отрывок из клипа на песню «Триллер» Майкла Джексона, который пересняли в виде анимационного фильма. В качестве персонажей в клипе выступают фигурки, собранные из деталей конструктора Лего. Режиссером ролика выступает режиссер-мультипликатор и комик Аннет Джанк. Клип, снятый в 1983 году на песню Майкла Джексона «Триллер», до сих пор входит в число самых популярных музыкальных видео в мире. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса». Прогноз погоды от страховой компании «Теком». Как сообщают синоптики, в субботу, 14 сентября, в Одессе в течение дня будет пасмурно. Возможен дождь с грозой. Ветер северо-западный 8 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%. Температура воздуха ночью 15-16, днем 16-17 градусов со знаком «плюс». Не вистачило впевненості. Страхова компания «Теком». Впевненість у квадраті. Теком. 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 Продолжение следует...